я вам разрешила владик хорошо запись пошла еще раз кто там какой владик имена владик семенов сейчас отметим а его списке не тоже семена а вот есть есть да да есть он идет четвертым четвертым вверх не близко так сейчас чат выключая сейчас его нова юлия вы можете демонстрации экрана нажмите получается все тогда ваше время пошло пять минут все все микрофоны выключаем уважаемые участники слушаем или здравствуйте уважаемые эксперты и слушатели я его нова юля ученица 8 класса представляем работу математику моего питания цель работы исследования соответствия калорийности потребляемых многих продуктов суточной пропустимой норме калорий я узнала что при правильном питании поступаем в организм количество энергии должно равняться количество употребляемой энергии также нашла две формулы для расчета калорийности норма хариса бенедикта и мифлина санжиора последний читается наиболее точно на сегодняшний день вы увидите формулу мифлина санжиора коэффициент а определяясь в данной таблице в зависимости от физической активности формула подходит для людей через весь находится в границах нормы из интернета нашла таблица средняя суточная норма калорий зависимостью от возраста пола и физической активности решила сравнить отвечать для этой норме рассчитанные по формуле индивидуальные суточные нормы калорий моих одноклассниц для этого собрала данный одноклассник получила две группы группа с малоподвижным образом жизни и группа девушек всемирной физической активностью для обеих групп средние показатели получились меньше табличных норм только у одной девочки результат 2027 чуть выше нормы у этой же девочки по сравнению с другим а самый высокий рост и вес низкие показатели сопротивления норм моих одноклассниц возможно объясняется тем что мы как проживающих более суровых климатических условиях меньше рост и весом своих сверстников проживающих более мягких климатических условиях на этом слайде вы видите алгоритм и пример расчеты калорийности блюда макароны с мясом калорийность порции получилось равной 514 калорий калорийность всех блюд посчитывал по данному алгоритму это результат расчеты калорийности моего меню за один день сумма калорий употребленного за этот день получилась равной 1900 калорий что на 22 калорий больше моей индивидуальной нормы более далее провела и недельный эксперимент чтобы узнать всегда ли потребляемое многое количество калорий больше нормы результаты ручерсованы в данную таблицу из 7 дней количество калорий двух дней соответствует светочной норме среда и четверг субовое количество калорий чуть меньше норма в остальные три количества калорий выше нормы наибольшая разница равна 98 калориям чтобы не набирать вес не нужно увеличить физическую активность или уменьшить потребление сладости по итогам этой работы научилась делать расчеты индивидуальной суточной нормы калорий и калорийности готовых блюд средний показатель суточной нормы моих отноклассниц они же рекомендованы что объясняется физиологическими данными эксперимент показал что средний потребляю калорий чуть больше допустимой нормы спасибо за внимание вопросы уважаемые эксперты юлиана у меня вот следующий вопрос вы считали получается калорийность собственную калорийность вашей пищи в режиме дня питания калорийности вашей пищи получается какие выводы вы сделали при своем питании правильно вы питаетесь неправильно какие корректировки сделали в своем питании и что вы рекомендуете для наших ребят больше калорий получается когда я употребляю много сладостей это хорошо или плохо 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 конечно тогда вы что рекомендуете через сиденье уменьшить правильное питание уменьшить употребление сладостей и больше калорийности ну за счет за счет уменьшения сладостей да хорошо ладно так демонстрацию пока отключите пожалуйста Юлия Юлия вот да и скажите пожалуйста вот вы рассчитали вот для своих одноклассист да это правильное питание то на правильное питание для своих одноклассист рассчитал да кто еще ведет 113 образ жизни кто например неактивный и что вы в порекомендовали тем кто занимается активным например активной деятельностью занимается на сексиях да и какое питание для них вы могли бы там рационное питание например порекомендовать и, например, для тех кто не занимается Вы им порекомендовали, да, например, что, например, сильно много калорий не надо употреблять, кто, например, совсем не занимается спортом? Да, не слышно. Не слышно меня? Да. Апу, смотрите, пожалуйста, тут. Подскажите, пожалуйста, вот вы рассчитали, например, питание, да, правильное питание, да, для своих сверстниц, да, для своих одноклассниц, да. И вы порекомендовали, например, ваш рацион питания, правильно, для тех, кто занимается активными спортивными секциями, кто ходит, посещает для них какое-то питание, и для тех, кто не посещает, просто, например, дома сидят, рацион питания для них вы составили или нет? Для тех, кто занимается спортом, можно употреблять сладости немножко. Но вы им порекомендовали, да? А тем, кто проживает свежий образ жизни, должны уменьшить потребление сладостей. Хорошо, спасибо. Больше употреблять, больше пух, как и больше. Уже время 7.40 секунд прошло. Еще есть вопросы? Все, наверное. Ограничимся. Пожалуйста, следующий выступающий. Спасибо. В следующем выступает у нас Николаев Александр Николаевич. Появился, да, Николай Александр Николаевич? Нету. В следующем тогда выступает Лугинова. Сарголана есть? Нету. И тогда Семенов Владислав Юрьевич. Не появился. И тогда Егорова Алифтина Алифтина. Я вижу. Семенов Владислав Юрьевич. Сарголан. Да. Все, тогда вам слово. Время пошло. Компьютер друг или враг? Ну, компьютер влияет на одно здоровье человека в современном мире. В былом поколении, все используют книги. А в нашем современном используют информационные, компьютеризации. Вошла во все сферы человека очень значимая. Чтобы компьютер не стал врагом, нужно выявить влияние. Еще нужно, работая на компьютере, сделать зарядку для глаз и останки, чтобы утопиться в свое здоровье. Компьютеры нужно сидеть лишь один час в день, заканчивая работой на компьютере. Нужно делать зарядку, чтобы сохранить здоровье или укрепить наиболее значительное воздействие на компьютере. Испутал участие в пятом классе или старше. И буду возникать вопроса, а не опаздывает ли компьютер ребенку? Не вредит ли он нормальному здоровью или развитию детей? Сколько времени может проводить за ним? Таким образом, компьютер может стать другом, закрепить врагом, может помочь найти единомышленников, может привести к одиночеству. Работал анкет, провел вопрос, затем проанализировал, сделал вывод и подготовил диаграмму на вопрос анкетирования. Но нужно, чтобы компьютер не проносился в заказе. Больше бывать на свежем воздухе с друзьями. В заключении, наступивший век эпоха информационной технологии, отлучить нас от компьютера, все равно не удастся и не нужно. Ведь без знания компьютера в современном мире просто не обойтись. Исследование доказало, что компьютер, как и все, что окружает нас, может быть и полезным для этого. И судить о том, каковы отдаленные последствия работы на компьютере для жизни и здоровья человека. Достаточно определенности можно будет только после того, как сменится поколение компьютерных пользователей. То есть, мы с вами все еще находимся в стадии эксперимента. Вот наши дети и внуки будут обладать более достоверной информацией. Будьте здоровы, работайте за компьютером. Видимо, все. Вопросы, пожалуйста. Можно вопрос? Можно, да? Вопрос можно? Да, да. Владислав, вот скажите, пожалуйста, вот если компьютер у нас вреден для здоровья, по возрастам, какие-то вы рекомендации можете дать? Допустим, в младшем школьном возрасте, сколько по времени нужно сидеть перед компьютером? В дошкольном возрасте, сколько можно по времени сидеть перед компьютером? Такие рекомендации есть у вас? Ну, час в день. А некоторые учащиеся в школе сидят не менее 2 часа или больше 2 часов. А некоторые час в день. А ведь сейчас без компьютера уже никак, тем более вот в пандемии все школьники же учились через компьютер. И там не только 2 часа, а там 4-5 часов сидели через компьютер. Что вы на это скажете? Ну, нужно сделать зарядку для глаз, чтобы сохранить зрение, и чтобы оно не ухудшилось. Хорошо, спасибо. У меня вопрос есть. Афанасий Афанасьевич. Семен Владик. Владислав Юрьевич, слышно меня? Да, слышу. А какие упражнения вы порекомендуете? Например, для глаз или стоя? Нужно делать зарядку для глаз. Например, какие? Можете показать? Иде. Для рук? Для рук? Угу. Спасибо. Ну, спасибо, Владислав. Наверное, следующий участник, да? Да, Виктор Иванович. Так, следующим у нас выступает Егорова Алифтина Альбертовна. Намский ЛУЗ. Влияние зимней обуви на здоровье подростков. Все. Вам слово. Угу. Видно? Да. Видно. Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники. Меня зовут Егорова Алифтина, ученица 11 класса Хамагатинского Сахафранцузского лицея. Тема моего доглада «Влияние зимней обуви на здоровье подростков Хамагатинского Сахафранцузского лицея». Актуальность. Современные подростки носят зимнюю обувь, несоответствующую климатическим условиям Республики Саха-Якутия. Из числа учащихся нашего лицея с 5 по 11 класса унты из камусов в олене носит 9,74% подростков. По мнению специалистов, существует связь между пероохлаждением ног и заболеваниями органов дыхания. По информации Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия в осенне-зимний период отмечается подъем заболеваемости органов дыхания у детей в возрасте до 15 лет. Цель. Определить влияние типа зимней обуви на состояние здоровья подростков. Для решения данной цели нами поставлены следующие задачи. Первое. Изучить влияние низкой температуры воздуха на организм человека и виды зимней обуви. Второе. Провести анкетирование о состоянии здоровья предпочитаемой зимней обуви среди подростков 14-15 лет. Третье. Установить соответствие уровня заболеваемости в зимнее время с предпочитаемым типом обуви подростков. И четвертое. Провести эксперимент по эксплуатации зимней обуви в условиях низкой температуры наружного воздуха. Мы провели анкетирование среди подростков 14-15 лет и выявили, что наиболее распространенным видом зимней обуви у подростков являются дробоза-аналоги у 42,2% подростков, зимняя кожная инсамбшевая обувь у 33,3% подростков и унты у 17,7% подростков. Также подростки полностью не осведомлены о заболеваниях, возникающих при переохлаждении ног. Изучили характеристики и свойства следующего вида в зимней обуви. Унты, торбоза традиционного пошива, торбоза-аналог, зимняя обувь из замши и кожи. Хочу подчеркнуть существенное отличие торбозов-аналогов от традиционных торбозов. Это полная замена на искусственные материалы, верх из искусственного материала, подожжевая из приклеенного картона и подкладка из искусственного меха. Мы провели эксперимент по проверке теплозащитных свойств зимней обуви при температуре наружного воздуха минус 45 градусов. Продолжительность пребывания на улице 10 минут. Измерение температуры произвели при помощи пирометра. В ходе эксперимента получены следующие результаты. Группа Унты. Температура внутри обуви до эксперимента в среднем 25,1 градус, после эксперимента 20,6, понижение температуры составило 4,5 градусов. Группа зимней Унты. В среднем 19,3 градуса, после эксперимента 14,2%, понижение температуры составило 5,1. Группа ТРБАЗА аналоги до эксперимента 22,2 градуса, после эксперимента 16,3 градуса, понижение температуры составило 6,2 градуса. Анализ медицинской справы за зимний период выявил следующие показы заболеваемости подростков. Группа ТРБАЗА аналоги заболеваемости составляет 73,6%. Частота заболеваемости от 2 до 5 раз. Диагнозы ОСРНЗФРНГИТ, ОСРФРНГИТ, ОСРЫБРОНГИТ, ОРВИ, ОСРЫТАНЗИЛИТ, ПНЕВМОНИЯ, ОСРЫТАРХИОБРОНГИТ и СИНУСИД. Группа ЗАМШВИЯ КОЖАНОЯ ОБУВЬ. Заболеваемость составляет 53,3%. Частота заболеваемости от 2 до 4 раз. Диагнозы ОСРНЗФРНГИТ, ОРВИ, ОСРЫТАНЗИЛИТ и ОСРЫФРНГИТ. Группа УНТЫ с заболеваемостью составляет 25%. Частота заболеваемости только по 1 разу. Диагнозы ОСРЫЙ НЗФРНГИТ. Заключение. Изучение видов зимней обуви выявило, что наиболее соответствующим условием в Республике Саха-Якутия являются УНТЫ ИСКАМУСОФРНГИТ. Эксперимент доказал, что зимней обуви с недостаточным теплозащитным свойством является тормоза-аналог кожаная замшевая обувь. Анализ медицинских справок выявил, что чаще всего болеют подростки с обувью, не соответствующей климатическим особенностям Республики Саха-Якутия. Этот показатель выше в диапазоне с 28,3% до 48%, чем у подростков с УНТАМИ. Благодарю за внимание. Здравствуйте, Эфтина. У меня вот такой вопрос. Значит, вы рассмотрели обувь, да, как причина, ну, зимний период, да, как причина заваливаемости наших подростков. И, получается, у них только ли переохлаждение является заболевание, причина заболевания в отношении обуви? Да, ну, получается так. Из-за холода возникают многие заболевания. А вот неправильное формирование свода стопы вы рассматривали? Вы имеете в виду плоскостопию? Да. И еще? Да, я рассматривала, но не вникала. Так, не вникали, да? То есть? Следующее, если будем продолжать данное исследование, прошу учесть вот эти особенности. Хорошо? Хорошо. У меня интересует, вот, интересное у вас измерение было, вот, температуры в обуви. Каким образом измеряем? И, например, ага, пожалуйста, вот, ага. Каким образом измеряем? Сама обувь туда вставляли температуру? И какой градус туда вставляем? Да, мы использовали пирометр. Это прибор, который измеряет температуру тела. Вот. Измеряли температуру обуви вот детей, которые участвовали в эксперименте. И вот результат. Это когда, значит, у них нога находилась в обуви или вы уже выдастывали ногу из обуви и туда измеряли? Да, в общем, ребята носили 10 минут до эксперимента, то есть до выхода на улицу, ребята носили 10 минут свои обуви. Вот, и потом, потом я измеряла внутри, внутри обуви температуру их всех, потом, после эксперимента то же самое сделала, и вот разница. Сколько человек приняли участие? Пятнадцать. Пятнадцать, да? Ага. Так, и вот тогда получается, здесь хорошо бы еще рассмотреть температуру в движении, например, да? На улице в движении, не на месте стоит, а в движении, и это разница. Да. Это было бы здесь. Спасибо, вопросы еще? Поверя на вопрос. Да, можем вопрос, да? Да. А вот скажите, пожалуйста, вот какое вот среднее вот расстояние проходили участники во время вот эксперимента вашего? Нет, все ребята стояли на месте. То есть, не совсем стояли, просто там есть, было некоторое движение, но они, в общем, стояли. Для чистоты эксперимента надо было бы хотя бы там, ну, какое-то вот среднее, например, расстояние, вот, чтобы они прошли, вот, по пять человек же, да, у вас там, в каждой группе, вот, и проверили бы. Ладно, спасибо. Можно вопрос? Можно вопрос? Подождите, эксперты вас задают мне вопрос. Вопрос можно? Пожалуйста, Лена. Можно? Алектина, вот, у вас в актуальности написано, что информация от Минздрава РТА получена, что заболеваемость увеличивается осенне-зимний период. Да? Да. Почему именно осенне-зимний период? Там же вроде не вон так, там не холодно. Нет, ну, это вообще в общем, осенне-зимний период отмечается в этом заболеваемости, но мой доклад заключается в том, что в зимний период, это просто как общая тема. Хорошо. А вот с экономической точки зрения унты, скамусов, оленя в наших магазинах или на рынках сколько стоят? Ну, у всех по-разному. Унты, скамусов, оленя, они очень дорогие. Вот поэтому многие-то не могут это себе позволить. Да, не могут позволить, но... Альтернативы какие-то вы рассматривали? Может, чуть подешевле обувь, но которая держит тепло? Да, вот есть торбозак традиционного пошива. Вот. Шьются из замши. Спасибо. Так, спасибо. Пожалуйста, Игорь Петрович. Спасибо за выступление. Пожалуйста. Так, в следующем у нас по списку Замятина Жанна Олимпеевна. Намский район. Здравствуйте. Применение ягеля для профилактики и укрепления здоровья. Вам слово. Меня слышно? Да? Да, слышно. Начинаю? Да. Добрый день, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Замятина Жанна, я ученица девятого класса. От аналитской среднеобщепрозвательной школы имени Ильи Егоровича Минокурова. И тема моего доклада – это применение ягеля для профилактики и укрепления здоровья. Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье – это то богатство, которое нельзя купить за деньги или получить в подарок. В наше время, в время пандемии разных вирусных заболеваний, люди стали часто использовать народные методы оздоровления. В мессенджерах распространяется один из методов лечения и профилактики от вирусных заболеваний. Это настои, вытяжки, выпечки ягеля. При нехватке противовирусных лекарственных средств и их дороговизне можно использовать олень и мох. Цель моей работы – установить, действительно ли ягель может быть профилактическим средством и насколько люди используют традиционные методы лечения и профилактики. Задача – познакомиться с историей происхождения, узнать химический состав, изучение видового разнообразия ягеля в республике, изучить использование людьми ягеля в оздоровительных целях и применение ягеля. История происхождения. Его очень часто путают с умхом. Это растения, относящие к роду лишайников, насчитывая в себе более 40 видов. Ягель растет в корях как с теплым, так и с холодным климатом. Ему можно встретить и в полярных и тропических широтах. Олень и мох – это определенный вид лишайника, а лишайники относят к низшей группе растений. Они сочетают в себе водоросель и гриб. Тут приведен пример официально признанных лишайников для медицины – цитрарь исландской и уснея бородатая. Химический состав ягеля. Содержавшие в лишайниках вещества, предотвращая первичные и вторичные вещества, участвующие в клеточном обмене и встроении тела. К вторичным клеточным продуктом обмену веществ, называемым еще лишайниковыми кислотами. Первичные лишайники вещества в основном представлены углеводными в виде клетчатки. Полисахаридов, лихинина и изольхинина. В эту группу включают протеины, а также липиды в виде жирных кислот – триглицеридов. Вторичные лишайниковые вещества занимают до 5% сухой массы лишайника. Представляют собой безазотистые соединения фенольного характера, близкие по своей природе к дубильным веществам растений, но более простого строения. Основной интерес для изучения использования человеком среди них представляет усниновая кислота. Кроме этого, в ягле содержатся витамины А, микро- и макроэлементы – железо, барий, медь, хром, титан, марганец, никель и йод. Я провела социологический опрос среди жителей нашего Нослега. Большинство знает, что ягель – это лишайники. Используют ягель как лекарственное средство 44,2% людей. Используют в целях профилактики и при заболевании ЖКТ. Применяют в виде настойки и порошка. Используют ягель как лекарственное средство недавно, собирают в основном осенью и летом. Применение ягеля в домашних условиях. По мнению врачей, ягель – превосходный аналог натурального антибиотика. Входящий в ее состав усниновая кислота уничтожает многие болестворные микроорганизмы и предотвращает гнение тканей. Всего года врачи говорят о способности ягеля уничтожать туберкулезную палочку. Олень и мох начали использовать для лечения разных форм туберкулеза, но пока научного подтверждения эта теория не имеет. Ягель используют для лечения заболеваний дыхательных путей, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, кожных заболеваний, заболеваний щитовидной железы и снижения иммунитета. Тут отвар из ягеля помогает при проснуться в заболеваниях и поражениях органов ЖКТ. Применяют кисель из ягеля для лечения более тяжелых заболеваний, а ягель с молоком используют для лечения сильного сухого кашля при хроническом бронхите, эмфизиом легких и т.д. И заключение. Рассмотрели историю происхождения и химический состав ягеля, изучили виды разнообразия ягеля-республика как лекарства для профилактики и укрепления здоровья. Ягель может быть профилактическим средством. Проводя тест мы узнали, насколько люди пользуются традиционными методами лечения профилактики. 56,9% людей пользуются как лекарственное средство и применяют в виде настойки. Во время пандемии разного переслухозаболеваний недавно стали часто использовать ягель 70,9% людей. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ведущий активный образ жизни, какие для этих людей, какие бы вы настойки из ягеля порекомендовали? Отварь из ягеля и в основном отварь из ягеля. Это нужно постоянно, например, каждый день употреблять ягель или же там есть какие-то ограничения? В день столовая ложка ягеля, отварь из ягеля. В день. Но это по возрасту определяет. Вот. Можно вопрос? Да. Рано вот вы сказали, что применяют ягель на стойке 56,9% и вот во время пандемии 7% людей. Да. Опрос людей, количество сколько было? Примерно 200 человек ответили на этот социологический опрос. Это по первому проценту или общие 56,7%? Это первое. Ещё вопросы? Нету. Так, ну достаточно, да? Вопросы есть? Вопросы есть? Кудашова, София Андоевна. Есть? Здравствуйте. Здравствуйте, вам слово. Открою. Теперь список. Порезент. 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 Что я делаю? Здравствуйте. Видно презентацию? Да, видно. Здравствуйте, я Кудашу Ассофия, учащаяся в гимназии номер 1 города Нельмире. Представляю вашему вниманию и сегодняшний проект «Защитная маска» как благоприятная среда для развития патогенных организмов. Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в жизнь общества. Защитная маска для лица стала обычным атрибутом в повседневной жизни людей. Ношение маски как с заболевшим человеком, так и здоровым уменьшает риск возбудительных различных заболеваний, вырывающихся воздушно-капельным путем. Потребительский рынок заполонило огромное разнообразие защитных масок, спящихся из различных материалов, одноразовые и многоразовые. Защитные маски, шипки с тканей и как элемент одежды стали использовать и продавать модные бренды. Проблема исследования заключается в том, что требуется выявить зависимость развития патогенных организмов на внутренней поверхности защитных масок от качества материала, из которого изготовлены защитные маски и длительность их использования. Мы считаем, что длительное использование защитной маски способствует формированию благоприятной среды для разношения патогенных организмов и использовали методы лабораторного исследования. Начали мы исследования с лечения истории возникновения медицинской маски. Необходимость защиты при работе с больными людьми врачи осознавали давно, задолго до того, как были научно установлены механизмы передачи подбудителя инфекции. Особой популярностью среди населения пользуются медицинские маски, тканевые маски, маски из неупрена. Именно популярные категории и попали в объекты нашего исследования. В процессе использования на внутренней поверхности защитной маски формируется благоприятная среда для развития подкеренных организмов, постоянная влажность, благоприятная температура и скопление фрагментов слуны. Мы изготовили в качестве питательной среды для развития микроорганизмов мясо-пектонный агар, произвели отбор проб методов СНУ. Для микробиологического исследования мы также применили готовые микробиологические санкетки для грибов, которыми протирали внутреннюю поверхность защитной маски и герметично запечатывали их. По истечении 5 дней мы провели анализ вырыженных микроорганизмов, а именно подсчет вырыженных на питательные среды колоний грибов и бактерий. Таким образом, максимальное количество колоний грибов выросло на салфетке спровных, взятых в защиту тканевых масок и масок из неупрена. Максимальное количество колоний грибов выросло в чашке петри спровных, взятых из масок из неупрена. Максимальное количество колоний грибов выросло на питательных среды спровных, взятых с тканевых масок и масок из неупрена. В результате изучения микробиологического состояния использования масок выяснили, что качество материала влияет на создание благоприятных условий для развития микроорганизмов и что длительное ношение защитных масок может угрожать здоровью человека. Время эпидемии рекомендуется менять маску каждые 2-3 часа. Также следует помнить, что инфекция, раз выясняющаяся воздушно-капельным путем, передается не только по воздуху, поэтому только использование маски – недостаточное мероприятие для защиты от микробов, находящихся в окружающей среде. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. У меня такой вопрос получается. Сейчас очень актуальная тема в связи с пандемией. У нас получается, что мы носим разные маски. Вы изучили три вида масок. Вот одна разная, которая сейчас продемонстрирована на экране. Вот такое мнение у людей, что маски, медицинские маски, можно, например, после ношения двух часов положить определенное время, например, на два часа в другом месте, да, и они, не находясь на лице человека, они обеззараживаются. Потом можно его второй раз надеть. Как вы относитесь к этому предположению? Категорически против, так как медицинская маска не обрабатывается от бактерий, которые находятся на самой маске. И пускай, что даже маска лежит без достатей или лежит без дела, так сказать. Хорошо. Ладно. А вот вы рассмотрели маски, получается, тканевые, медицинские и неопрена. Вот неопрен, он очень такой воздухонепроницаемый, неудобный получается. И вот к ним, получается, дополнительно вставляют фильтры. Вот как вы относитесь к этому, например? Чаще всего, как я встречала, как ходят учителя в моей школе, они не вставляли никакие фильтры, они просто одевали эту маску из неопрена. Она очень воздухопроницаемая, и в ней очень удобно находиться. Так как учителя сейчас работают на две смены, им удобнее дышать. Удобно дышать? Удобно дышать. Например, из четырех, вы видите, удобнее всего дышать тканевой маской. Потом, наверное, второе место, что это медицинская маска. А неопрен, она очень, ну, воздух очень плохо пропускает. Поэтому дышать очень сложно бывает. Обратите на это внимание. Хорошо, пожалуйста, вопросы, эксперты? Скажите, пожалуйста, какие маски вы, значит, порекомендуете, занимающиеся, например, спортом, спортивной деятельностью людям? Медицинская маска, так как на ней меньше всего, она пропускает меньше всего бактерий. И легче дышать, так сказать, занимаясь при этом спортом. Но на открытом воздухе все равно рекомендуете снимать маску. А вот маски же бывают, как клапанами, они эффективны или неэффективны? Но кому как удобно, так сказать. Вы не рассматривали, да? Вот три вида только масок вы просмотрели, а там вот с клапанами вы не рассматривали, да? Мы брали популярные, так сказать, по спросу людей, так как эти маски, их легко приобрести, они недорогие, и тканевую маску можно тем более сделать самим. И то, что используют чаще люди. Спасибо. Понятно. А сколько человек приняли участие в вашем институте? В соцопросе приняли около 300 человек. Ну, сказать, в моей школе около 300 человек. Это все на моей семье, и одноклассники, и учителя, и другие ученики. Понятно. Спасибо. Так, пожалуйста. Вопросы есть еще? Нет, да? Ну, спасибо. Так, Егор Петрович. Ага, пожалуйста. Сейчас, сейчас я закрою. Следующим выступает Слепсово Ие, Американский район. Полезная и вредная еда для школьников. Есть она? Так, ее нету. Сейчас отметим, что ее нет. И следующим по списку идет Эверстова Марьяна, Мария Александровна. Да, я здесь. Влияние национальной кухни народов Крайнего Севера. Вам слово. Не слышно? Да. Демонстрации видно? Да, видно. Здравствуйте. Меня зовут Эверстова Мария Александровна. Я ученица шестого класса Республиканского лицея интерната. Мой руководитель научной работы Федорова Анастасия Романовна. И тема нашей работы – влияние национальной кухни народов Крайнего Севера на укрепление иммунитета в условиях пандемии, новой коронавирусной инфекции. В условиях пандемии коронавируса особенно актуальна тема повышения иммунитета, поэтому я решила изучить состав витаминов, которые содержатся в национальных блюдах и способствуют укреплению иммунитета. Цель данной работы – найти в продуктах национальной кухни народов Севера витамины и минеральные вещества, способствующие укреплению иммунитета в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Исходя из цели, мы поставили следующие задачи. Изучить состав витаминов для укрепления иммунитета и борьбы с коронавирусной инфекцией, изучить, в каких национальных продуктах содержатся витамины А, С и Д, которые повышают иммунитет в борьбе с вирусом на начальном этапе, и описать приготовление данных продуктов с сохранением необходимых питательных веществ и витаминов. Питанию людей, проживающих в неблагоприятных климатических условиях, должно уделяться особо пристальное внимание. Чтобы обеспечить устойчивость внешних условий полярного стресса, необходимо учитывать не только колоритность, но и качественный состав рациона питания. Также организм спортсменов, тренирующихся в условиях севера, испытывает дополнительные нагрузки, так как существование человека в экстремальных климатических условиях сопряжено с повышением основного обмена, что требует дополнительных энергетических затрат. Спортивные результаты находятся в прямой зависимости от правильно подобранного и использования питания, которые должны полностью соответствовать энергозатратам спортсменов и содержать все необходимые пищевые вещества и витамины, а именно витамины А, С и Д, которые способствуют повышению иммунитета. Продукты, в которых содержатся витамины А, С и Д, это сны, блюда, рыбные блюда, молочные продукты и ягоды, которыми богата наша республика. Здесь отображена суточная потребность витаминов в международных единицах. Также мы составили премьерное меню с содержанием больших количеств витаминов на основе якутской кухни. Для спортсменов предлагаю отдельное меню, которое способствует увеличению мышечной массы, но не ведет к ожирению. Как известно, витамин С разрушается при тепловой обработке, поэтому мясо оленя рекомендуется потребить в сыром, замороженном или вяленом виде, а ягоды нужно не варить, а просто растирать с сахаром. Кумыс получают путем брожения кисломолочных продуктов. Для этого периодически надо взбалтывать. Для получения кумыса используют молоко кобылья, охлажденную кипченую воду, пастеризованное молоко и закваску. У мяса, как известно, 5 степней готовности. Обжаривать мясо надо недолго, учитывая, что жеребятинно готовится быстро, чтобы оно получилось сочным. Для запекания мяса в духовке важно мясо подготовить. Ни в коем случае его нельзя мариновать в уксусе, так как кислота сворачивает волокна. Рыбы. Рыбные блюда следует готовить в духовке при температуре 62 градуса. Это не влияет на питание. Также можно рыбу употреблять сыром, видев в качестве закуски как астроганина и индигирка. В заключение хотелось бы сделать следующую рекомендацию. В целях борьбы с коронавирусной инфекцией внести в свой рацион больше натуральных продуктов, содержащих витамины А, С и Т. В цели профилактики коронавируса в буфетах учебных заведений предложить школьникам, учителям ассоциумент блюд с большим снижением данных витаминов. Предлагаем во всех школах республики внести один день национальной кухни. Таким образом мы сохраним уникальные традиции и обычаи народов Крайнего Севера. И вновь станем здоровой нацией. Спасибо за внимание и будьте здоровы. Спасибо. Вот, ну, очень интересная такая тема, да. Действительно, питание имеет очень важное значение для повышения иммунитета вообще. И вот у меня такой вопрос. Вот данные виды питательных веществ, пищи, да, могут ли они быть переносчиком коронавирусной инфекции? Еще раз повторите, пожалуйста. Могут ли, вот, в виде питания, да, которое вы заставили, быть переносчиком коронавирусной инфекции? Ну, нужна тепловая обработка, нужно хорошо, ну, мыть эти продукты и так далее. Вот, ну, хорошо. Ну, вот, например, как у нас предыдущие выступающие были, да, тепловой режим тоже, да, например, вы говорите, что, ну, нужно их как следы обрабатывать, да, то есть температура при приготовлении пищи должна быть специальной, да. Вот, например, у нас практикуется сыроедение, да, сырым мы кушаем, значит, рыбу, мясо, вот, вот, и что подвержено больше коронавирусной инфекции, вот, которые сваренные или которые замороженные? Я, думаю, не рассматривала. Ну, хорошо. Пожалуйста, вопрос, эксперты. Вы сказали, что разработали рацион питания для спортсменов, да? Более подробно можете рассказать о том, что туда включает, какие продукты, которые не были до этого включены? Показать, да? Вот, у спортсменов есть завтрак, второй завтрак, обед, подник и укун. Завтрак нужно есть яйцо, омлет или сыр, молочную кашу с вареньем из колубики. Ну, это пример. Не обязательно. Это все есть, каждый день. Холодный вопрос. Мария, вот, вы составили сбалансированное меню для спортсменов. А вы до этого разговаривали или там проконсультировались? У нас целый центр научный есть, который вот различные исследования для спортсменов проводит и тоже составляет меню для наших спортсменов. Или вы сами это все поставили, такой меню для спортсменов. И наши спортсмены это не пробовали или нет? У них там какие-то изменения произошли. Все это вы как-то рассматривали? Или это просто как пример? Это просто пример. Мы же не знаем, что эта пища действительно будет положительную влиять на наших постсменов. Ну, спасибо за выступление, Егор Петрович. Следующим у нас выступает Бондарева Арина Евгеньевна, Жатай. Есть она? Есть. Здравствуйте. Спасибо. Вам слова. Видно? Да, видно. Здравствуйте, дорогие эксперты. Меня зовут Бондарева Арина. Я ученица 5-го класса, классный руководитель Солодова Инна Афанасьевна. Тема моего проекта – фастфуд еда 21 века. Актуальность. Проблема фастфуда – одна из угроз человечества, говорят врачи. Современные люди не приучены к рациональному питанию, к режиму потребления пищи, а отсутствие культуры питания, высокий темп современной жизни приводит к тому, что мы все чаще употребляем еду быстрого приготовления. Такое питание не является ни полезным, ни правильным, поэтому говорить о его вреде, наносимом фастфудам, нашему здоровью, важно и актуально, так как фастфуд наносит особый вред здоровью детей и подростков. Цель моего проекта – выяснить отношение СОЖ номер 2 к фастфуду, изучить литературу по теме исследования, узнать, что относится к этой группе продуктов, выяснить, какие точки быстрого питания находятся в моем поселке, провести социологический опрос и выяснить отношения учащихся к употреблению фастфуду, выявить среди опрошенных учащихся с лишним весом, составить список самых вредных продуктов фастфуда. Гипотеза. Предположим, что учащиеся СОЖ номер 2 не знают о вреде фастфуда. Что такое фастфуд? Фастфуд переводится с английского языка как «быстрое питание», понятие, включающее в себя употребление блюд быстрого приготовления. Обычно предполагаемые спиритализируемые заведениями термином фастфуда обозначают пищу, которую можно быстро приготовить, а клиенту удобно и быстро съесть. Такая пища высококалорийная, содержит много жиров и много сахара, мало клетчатки и белка, много быстрых углеводов, способствует перееданию, может вызвать авитаминоз и дополнительные нагрузки. Поскольку детский организм еще формируется, то часто употребление фастфуда приводит к ожирению, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушается эндокалорийная иммунная система. Все это отражается и на умственном развитии детей. Список самых известных продуктов фастфуда. Это картофель фри, ходок, гамбургеры, шоурма. Следующий этап моей работы – практика. Узнать, какие точки быстрого питания есть в моем поселке. Первое, куда я сходила, было шоурма душевная. Меню там отсутствует, из фастфуда продается шоурма. Следующее заведение – мини-минутка. Большой выбор. Там продается шоурма, гамбургеры, хот-дог, картошка фри. Меню вывешено. Фаер-суши. По названию понятно, что там в основном суши, но там продают фастфуд. Это как пицца и картошка фри. Аригато. Тоже продаются суши и лапша-удон. Также пицца и картошка фри. Следующий этап моей работы – анкетирование среди младших классов. Первый вопрос был, какие заведения быстропитания вы посещаете в нашем поселке. Как мы видим на этой диаграмме, что большинство посещает мини-минутку, так как она близко находится к школе. Большинство думает, что они правильно питаются и знают, что такое фастфуд. Половина посещают заведения быстрого питания. Меньшая часть половины часто покупают фастфуд. Но большая часть не знает о вреде фастфуда. И почти все хотят поменять свои привычки в еде, чтобы оставаться здоровыми. Какие продукты быстропитания вы там покупаете? Все написали пиццу, суши, картофель фри, бургеры, шоурма. Как вы считаете, что является здоровой пищей? Все написали овощи, супы и фрукты. Но даже были и те, кто написал фанта, пепси и бургеры. Это таблица детей, которые участвовали в моем анкетировании. Здесь мы видим, что с 2018 года по 2020 и 2021 число детей с лишним весом увеличивается. Вывод анкетирования. Из анкетирования я узнала, что подавляющее большинство школьников приветствуют пиццы и гамбургеры, которые так стремительно обретают популярность среди жителей нашего поселка. Я рекомендую учащимся меньше есть фастфуд, так как это может нанести вред здоровью. Побольше есть фруктов, овощей и пищу, богатую витаминами и минералами, которые укрепляют организм человека. Продукты, заменяющие фастфуд. Отличной альтернативной фастфуду могут стать фрукты, овощи, салаты, зеленью и мясом. Эти продукты дают нам витамины, с помощью которых мы будем расти здоровыми и сильными людьми. Жареные картофели можно заменить картофелем, запеченным в духовке. Худок, булочка с цельнозерного хлеба и с кусочками отварной говядины. Шурму можно приготовить дома самим из качественных продуктов. Гамбургер можно заменить отборными хлебцами и овощами, нарезанными кругляшками. Следующий этап моей работы – приготовить домашнюю шурму. Для этого я использовала нарезанные овощи вместо майонеза, сметану и лаваш. Готовили и не печи мультипекарь. Вот что у меня получилось. Получилось не хуже, чем в заведениях фастфуда. Работая над проектом, я полностью поменяла свое отношение к питанию, да и к образу жизни. Я начала завтракать по утрам, что до этого почти не делала. Любители фастфуда… Люди любят фастфуд не потому, что они не проинформированы о его вреде, а потому что получают удовольствие от того, чего им так недостает в повседневной жизни. Как бы мы ни относились к фастфуду, следует признать, он стал частью нашей жизни. Плохо это или хорошо, каждый решает цену для себя. Хотелось бы сказать, каков бы ни был ваш образ жизни, для вас не составит сложности принести в свой рацион простейших изменений. Забудьте пристрастия к коммерческим продуктам быстрого приготовления. Их пищевая сомнительность будет потенциально опасна для здоровья компонентов. Они содержат возбудки. Спасибо за внимание. Меня слышно? Спасибо, Арина. Вопросы? Ну вот, конечно, фастфуд, еда 21 века, у вас так, как бы, рекламный лозунг такой, да? Но получается, наоборот, как раз, да? Антиреклама, да? Фастфуда. Вот, ну, конечно же, изучить калорийность этой пищи, там, откуда. Вот у нас телевидение, интернет заполонили рекламные ролики, да, фастфуда. Что это полезно, что это вкусно. Пытайтесь фастфудом и так далее. Ну, наверное, из-за экономии времени, да, вот, люди предпочитают данную пищу, потому что она, как вы говорили, быстро, то есть, ну, быстрая еда получается, да? Ага, вот, и вы предоставили альтернативу, да, вот, лучше мы тогда будем питаться вот следующим образом. Вот, ну, почему тогда мы, вот, когда вы предоставляете вот альтернативу, не называете их другими именами, а именно называете, как, вот, как гамбурги, как шавурма, как, там, суши, там, и так далее. Может, их по-другому назвать как-то? Чтобы была уникальность вашего продукта. Здоровая пища, например, да? Не фастфуд, а здоровая пища. Вопрос вот следующий. Можно, да? Поняли вопрос, да, Арина? Об этом не задумывались, да? Ну, да, Ариан Игоревич, пожалуйста. Вы здесь, вот, вы провели такое вот, скажем так, анкетирование. Конечно, хорошо было бы для того, чтобы рекламировать здоровые продукты, продукты питания. Можно какие-то, ну, буклеты или все, что-то делать и распространить среди детей. Хотя бы с твоей класса или с школы начать. И потом уже тоже, ну, в будущем провести дальше анкетирование и узнать, вот, ваши рекламные изделия в какую-то пользу принесли. В плане того, что многие школьники, ребята, начали отказаться от посуда или начали мало употреблять. Или вот какие-то рекомендации в плане того, чтобы от школы подальше поставить в киоск. Но это вряд ли получится, потому что здесь сейчас поспорят, как действительно влияет на здоровье детей. Такого у нас нормативного акта нет. От школы на 500 метров должны быть только алкогольные напитки в магазине и магазин с табачными изделиями. Вот поэтому насчет этого тоже можем какие-то рекомендации сделать. Да. Спасибо. Хорошо. Можно, да, задать вопрос? Да, пожалуйста. Пожалуйста, вот, позвольте, покажите слайд вашей научной гипотезы. Гипотезу покажите, пожалуйста. А, пора. Да, самый первый, сам, по-моему. Этот? Да, да, вот этот, да. Тут написано, да, гипотеза. Предположим, что учащица СОЖ номер 2 не знает о вреде фосфута, да? И вот сколько человек уже узнало, да, что, ну, после вашего, например, исследования, да, что это вредная еда, и сколько человек уже последовало, ну, вашему примеру о здоровом питании? Шестьдесят. Узнала. Шестьдесят человек. А сколько последовало вашему примеру, что нужно правильно питаться? Половина. Вы провели, анкетирование провели, да? Угу. Спасибо. Но надо было отразить в этом слайде. Вижу по столовой, что стало человеку больше питаться в школьной столовой. Хорошо, спасибо. Так, спасибо за уступление. Егор Петрович, продолжаем. Сейчас выступает по списку Лизанский Айхал Федорович, Абыйский район. Здесь он? В следующем выступает тогда Зверев Евгений Евгеньевич, есть? Да, здесь, 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 здесь. Это кто? Зверев Евгений, вот я. Ага, хорошо, не спешите. Уважаемые участники, придерживаемся регламента. Пять минут выступления и эксперты две минуты на вопросы. Все, вам слово. Сейчас демонстрация экрана. Евгений Евгений Евгеньевич. Все, видно, да, видно? Пока нет. Видно, ваш рабочий стол. Так, не спешите, спокойно. Найдите свою папку. Так, ну вот. Да, видно. Да, все, ага. Все, можно начинать, да? Здравствуйте, меня зовут Зверев Евгений, я ученик гимназии Город Талдан, ученик 11 класса. Я описываю свою работу «Допинг в жизни современного спорта». Видение. Актуальность. Допинг все больше расстраивает и убивает спортивный и честный дух спорта. Цель. Получить больше информации о допинге и отношении к нему своих средствников и людей старшего поколения. Задачи. Что такое допинг и его виды? Обыстроить возникновение допинга. Санкции допинг-контроли. Санкции к российскому спорту. Объекты исследования. Влияние допинга на здоровье людей. Новизное исследование. Данный вопрос на уровне ученического исследования в Алданском районе не был затронут. Что такое допинг? Допинг использует на веществ природного и сентябрического происхождения, позволяющие добиться улучшения спортивных результатов. Также хочется отметить, что это не является наркотическими веществами. Виды анаболитических стероидов, переливания крови, мельдонии, диуретики, сорбутамол и тербуталин. Когда и с чего зародился допинг? Изначально допинг стали использовать тренеры и наездники лошадей в США. Самым первым пойманным был нарушителем – это Франк Старт. Наездник Франк Старт был лишен правом езды навсегда. Узнать о санкциях и допинг-контроле. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА, созданное 10 ноября 1999 года, независимая организация, осуществляется координацией борьбы с применением допинга в спорте. Слоган агентства – «Play True» – «Играй честно». Допинг-контроль проводят только те организации, которые уполномочены Всемирным антидопинговым агентством на территории Российской Федерации. Функции допинг-контроля осуществляются РУСАДой. Процедура допинг-контроля состоит из следующих этапов – отбор биологических проб для анализа, физико-химическое исследование отобранных проб и оформление заключения наложения санкций на нарушителей, если такие имеются. Вот перед вами статистика самых больших видов спорта по показателям по употреблению допинга. Санкции к российскому спорту. Россия на 4 года лишается права проводить крупнейшие международные соревнования и подавать заявку на их проведение. Спортсмены России в течение 4 лет не могут представить свою струну на крупнейших соревнованиях, выступая под национальным флагом. Речь идет об Олимпиаде, Паралимпиаде и также чемпионатах мира. 145 российских спортсменов, чьи данные в базе антидопинговых агентств и лабораторий были изменены, не будут допущены к участию летней Олимпиады 2021 года, которая была перенесена. Закон Рыщенкова. Сенат США принял закон, дающий возможность привлекать к ответственности спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила на международных соревнованиях. В которых принимают участие спортсмены из Америки. Мы провели опрос среди Алдана и вот на ваших экранах результаты его. Вывод. Допинг – это одна из самых главных проблем нашего поколения. Эта сложная ситуация сложится задолго до появления современного спорта и до сих пор является актуальной. Подведем же итоги, почему же так? Во-первых, многие люди хотят получить победу любой ценой, не думая ни о каких последствиях. Во-вторых, данная проблема не является до конца решенной и средичкой той стороны, поскольку узаконена система на заказании за употребление допинговых препаратов, как в международном спортивном движении, так и в отдельных странах, либо не является достаточно эффективной, либо отсутствует вообще. Каждый спортсмен и даже человек должен задуматься над тем, что допинг препараты вредят в первую очередь его здоровью. А еще необходимо установить единый для всех стран спортсменов, несмотря на национальность, религию и так далее, метод наказания и список запрещенных препаратов. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений. Получается, у нас вынужденная мера, да? Это ограничение допинга в нашем спорте. А что привело к данной вынужденной мере? Если она повышает результативность спортсмена, зачем ее запрещать-то? Ну, потому что она дает на определенный момент очень, наоборот, очень сильный рост. И это, как бы, можно сказать, чительство на русском в нашей манере. И это солидно повышает твой, на тебя, что ты можешь победить. Это же здорово. И это нечестность, получается. Ты обманываешь всех людей. Но дело в том, что допинг-то это вредно для здоровья. Да, ну, во-первых, в ДРЛе, а во-вторых, как я считаю, ты порчишь репутацию самого себя, если ты принимаешь допинг. Ну, это потом уже, получается, с введением ВАДа, да? Да. Это, получается, да, репутация снижается. Но все-таки это же человек свои запредельные возможности использует. И это может привести к... Ну, даже сникальным исходом. Сникальным исходом. То есть человек использует резервы своего амптомизма, да? Да. Оказывается, что счет этого высший результат и может привести к смерти человека. Или ухудшение его здоровья. Да. Хорошо, вопрос, пожалуйста, эксперты. Евгений, покажи, пожалуйста, вот опрос, да? Вы провели этот опрос, да? Да, 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 опрос я проводил. Это среди... И сколько человек участвовало в вашем... Ну, случается, 8-11 класс человек, ну, 100-120 и 25-65 примерно столько же человек я просил. С разных работ, обычные. Вообще, спортивные, не спортивные люди все сюда входили. И какой вывод? Какому выводу вы пришли? По первому вопросу, считайте вы допинг-употребление главной проблемой современного спорта. Все считают, что да. Большинство народу считает, что да, это главная проблема современного спорта. А по второму вопросу, считайте ли вы заслужен наказанием для наших спортсменов. Большинство тоже считается, что да. 75% за то, что наше заслуживание такого доказания. Получается. Можно вопрос, да? Да-да. Вот как вы считаете, спортсмен же, все говорят, что спортсмен не должны использовать допинг. А спортсмен это применяет допинг знал, что это действительно допинг или нет? Еще раз, посмотрите. Не услышим, можете повторить? Когда попадаются спортсмены за применение допинга. Именно спортсмен виноват в этом плане, что он именно попал в применение допинга или есть еще какие-то другие факты? В основном, конечно, на санкции налаживаются на спортсмена, но я считаю, что виноват не только спортсмен, а вся система подготовки, потому что спортсмен же сам не может понять, ну, в частности, бывают такие случаи, когда не сам спортсмен решает принимать допинг, а так скажем, сторона или команда, чтобы победить. Потому что на кону и судьба стороны, можно сказать, потому что если ты выигрыш, ты станешь очень главный, ну, очень хорошим, тебя очень будет чтить на своей стороне, в своей стороне. Так что скорее это проблема даже спортсмена в большей части. Ну, вот, поэтому хотя бы список, да, список должны знать спортсменов, какие препараты должны использоваться для спортсменов. Потому что вот даже в мельдоне тоже проблемы были. Мельдония применяется, которые положительно влияют на сердце, а ВАДов лечил в мельдоне список допингов. Я знаю мельдонию, потому что я сам его принимал по здоровью. Я принимал сам мельдонию. Ну, вот спортсменов сейчас уже нельзя применять в мельдонии. Да. А вы изучали, вот, у нас же есть еще есть зарубежные спортсмены, допустим, норвежцы лыжники. Они все астматики. Считается астматики. У них легально разрешенный допинг, который, можно сказать, большинство навесов заболевают астматикой, астмой, и благодаря этому у них разрешенный допинг. Сам ВАДО разрешает им принимать допинг, чтобы поддерживать их физические кондиции. А как вы к этому относитесь? То, что некоторое учили, а некоторое разрешено? Я считаю, что если ты нездоров, ты не должен участвовать вообще в спорте. Даже если тебе разрешили допинг. Это неправильно. Потому что в спорте ты должен использовать только свои силы, а не потому, что ты еще заболел. Я категорически против, поэтому я рад, когда наши выигрывают Норвегия. Здесь Евгений нужно быть осторожным, потому что у нас есть параолимпийские виды спорта, есть суперолимпийские виды спорта, здесь же нездоровые люди. Нет, я не веду про Олимпиаду и чемпионаты мира среди здоровых людей, а не про Олимпиаду. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Ограничить, понятно, да? Давайте Игорь Петрович продолжим работу, спасибо. Спасибо. Так, следующим по списку у нас Усолова Валерия Алексеевна, она здесь? Алданский район. Не подключилась, тогда по списку идет Фурсова Елена Владимировна. Есть? Нету. Тогда Тимур Евгеньевич, вам слово. Аллах Яховский район. Тема 333 шага к здоровью. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Вы прям с Аллах району интернет у вас хороший? Нормальный. Нормальный. Презентацию видно? Да, видно. Чакурдах. Здравствуйте. Уважаемый эксперт МПК. Я Дудкин Тимур, ученик 9-го аккации Чакурдавской соши имени Алексея Гавриевича Чикачева. Живу в поселке Чакурдах, Аллаховского луса. С 2019 года работаю над проектом «333 шага к здоровью» под руководством учителя математики Кочкина Елена Николаевна. Трога здоровья – это специально пороженный маршрут, предназначенный для лечебной ходьбы на свежем воздухе. Существует проблема. Жители поселка Чакурдах не имеют возможности систематически заниматься здравительной ходьбой, физкультурой и спортом, шаговой доступностью в черте поселка. Я буду на гипотезу. Если в нашем поселке обустроить тропу здоровья, она станет доступным методом профилактики многих болезней и оздоровлений, особенно в нынешнее время. Поможет вовлечь жителей поселка в занятия и спорта. Цель проекта – создание условий, способствующих укреплению здоровья и пропаганде ЗОЖ жителей поселка Чакурдах через организацию тропы здоровья. Решать следующие задачи. Первое – продолжить работу над проектом 2019 года. Провести разметку дорожек для прогулок и частично очистить территорию тропы от мусора. Второе – спланировать обустройство тропы здоровья, составить финансовый план ее благоустройство. Третье – информировать население о проекте, привлечь внимание общественности к тематике проекта. Считаю, что наш проект соответствует стратегии социально-экономического развития арктической зоны Республики Саха-Якутия на период до 2035 года, подтвержденный указом на Горьвы Республики Саха-Якутия от 14 августа 2020 года, номер 1377. Выбранная нами тропа здоровья, аэропорт, территорию бывшей пограничной расставы и обратной замкнутой по кругу. Удобное место для обустройства тропы здоровья. Протяженность тропы здоровья будет примерно 700 метров, но если замкнуть по кругу, можно проходить в 2-3 раза больше, в зависимости от возможностей каждого человека. На обустроенной территории жители поселка разных возрастов смогут активно заниматься спортом, гулять и отдыхать. Для школы, которые стоят рядом, тропа здоровья станет эффективным продолжением и дополнением учебно-воспитательного процесса. Нам удалось сделать. Первое, мы обратились к Граве Луса об отделении территории для осуществления проекта. Нашу идею он поддержал. Второе, создали группу «333 шага к здоровью» мессенджеры в WhatsApp. Провели опрос, нашу идею жители Чакладаффа поддержали. Третье, с фарантюрами и участниками проекта мы сделали разметку дорожек и до прогулки частично очистили территорию от мусора. Четвертое, семья Дудкиных завезла две стандартные уличные скамейки и дарит их нашему проекту. Пятое, семья Кочкиных выделила средства для заказа двух информационных стендов. Шестое, мы обратились с заявкой в РЭС о возможности выделения материала для изготовления скамеек из бровин, опоры для беседок, опоры деталей для информационных стендов. Седьмое, мы обратились предложением в администрацию МО Алаховский УОЗ о внесении нашего проекта в программу поддержки местных инициатив Республики Саха-Якутина 2021 год. Восьмое, составили бюджет обустройства территории тропы здоровья. Девятое, готовим тексты для разметки дорожек. Десятое, готовим тексты для рекламы правила тропы. В соответствии с рекомендациями обустройства троп для пеших прогулок, через каждые 200 метров установим скамейки для отдыха, возле них урны и указатели пройденного расстояния беседки. На конечных точках тропы здоровья установим стенды со схемами маршрутов, правилами безопасного и культурного поведения. По финансовому плану затраты на первоначальное обустройство получились примерно 200 тысяч рублей. Если удастся привлечь общественность и организовать волонтерскую поддержку, мы сможем финансовую составляющую проект отвести к минимуму. Актуальная и практическая значимость состоит в том, что умеренная нагрузка способствует укреплению организма. Тропа здоровья станет доступным методом профилактики оздоровления, поможет пропаганде ЗОЖ среди жителей поселка, будет способствовать созданию благоприятного имиджа поселка и укреплению статуса районного центра. Итоги и выводы. Ходьба это простой и щадящий вид физической активности. Активный семейный отдых на природе будет организован в черте поселка. Тропа здоровья это прекрасно сбалансированный метод отдыха и оздоровления. Пешие прогулки по нашей тропе позволят получить заряд водности, энергии и здоровья. Если объединить усилия партнеров, спонсоров, общественности, волонтеров, в парне возможно обустройство и благоустройство тропы здоровья на территории Чикордах. В заключении осмелюсь предположить, что обустройство тропы здоровья возможно в любом населенном Муртии и в Якутии и в России. Она должна стать частью жизни и горожан и селян. Тогда можно получить оптимальный результат по оздоровлению всего населения и пропаганде ЗОЖ. Спасибо за внимание. Спасибо. Тимур Евгеньевич. У меня вопрос. Афанасан. Вопрос у Николай Евгеньевич. Тимур Евгеньевич. Почему вот 333 шага? Расскажите, пожалуйста. Это минимальное количество шагов для укрепления здоровья. Исходя из каких этих присуждений вы придумали тему? На основании каких исследований? еще раз повторите авторов. Как вы на сети? Что повторить? Вы же ссылались вот 333 шага Вы основывались на какого-то автора и почему именно 33 шага здоровья? Это традиционные требования актеринку Автор какой? Кто говорите? Это не автор Это название тропы Название тропы Наверное кто-то придумал раньше Есть она почти стране Поэтому я не скучу Это длина не тропы а трубы Трубы же или труба Тропа Тропа А я не больше вопрос пожалуйста по тропе и проект Вы посчитали финансовую сторону сумету составили сколько потратить для того чтобы сделать полностью тропу здоровья для одного населения то потом другие минимальные 200 тысяч рублей минимальные минимальные затраты 200 тысяч рублей для быстрой с а вот это ваш инфляция стоят на скамейке фактическая часть вот ниже золотыми инициалами стоят ваши видимо Дудки Евгений Тимур это скамейка или что скамейка сделанная на заказ то есть вы создаете условия для здорового образа жизни да вопросы начало ну Алла ехает у нас самый северный район да да на улице видите это холодно сколько сейчас вот эта будет самая северная в мире самая северная в мире видите уникальность Ариан Егорыч наверное это почерпнул здоровья и такую температуру можно заниматься прямо 33 шага делать на улице это каждый день получается 33 шага вы рекомендуете да да желательно желательно да а результат вы не оценивали насколько здоровье повысилось население в связи с активным образом жизни получается да еще вычислим все впереди а все впереди ну хорошо ладно можно спросить да расскажите пожалуйста вот сколько например вот вашей вот тропа здоровья да тут привлечены учителя физической культуры да и врачи тоже привлечены да к вашей вот этой проекту что там до например того чтобы например проходили тропу здоровья вашего да проверяли частоту сердечных сокращений артериальное давление населения да те которые будут там проходить потому что тоже это очень важно то что вдруг мало ли что человек например там у него состояние очень такое но плохое и пойдет на вашу тропу здоровья и вдруг что-то с ним случится и проект может будет провалиться да из этого надо обязательно вот ну как рекомендация да чтобы в России обязательно перед тем как вы проходили тропу здоровья в России обязательно контролировали данный например проект будут плакаты все спасибо уже время время так интересный проект Емун Евгеньевич спасибо Егор Петрович пожалуйста следующий выступает Литвинцев Лев Петрович Ангинский район здравствуйте я тут 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 камера работает да так Тимур выключите демонстрацию выключите демонстрацию вот хорошо вот теперь можно сейчас Лев Петрович пожалуйста ага хорошо ага секундочку пожалуйста демонстрацию включу а вы с телефона да да секунду не видим ничего вообще ничего ваш телефон телефон а сейчас открывай вот теперь ой все видно нет нет пока нет а презентации что-то другую поставили у нас bluetooth видно IP ваш адрес USB кабель и презентацию не видно что ли нет не видно на это перезапущу на это перезапущу да 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 перейдем вот так вот и можете телефон боком оставить ага сейчас включу вот так вот хорошо хорошо все работает здравствуйте я учитель 10 класса в Майской СОЖ имени Евгения Чистякова тема нашей исследовательской работы влияние занятий борьбы на воспитание нравственных волевых качеств школьника дзюдо является одним из сложных видов спортивной деятельности требующей большой физической отдачи сил также дзюдоисты испытывают психологический перегруз дзюдо закаляет закаляет личные приучают спортсменов реально оценивать свои силы контролировать свое поведение для того чтобы все занимающиеся дзюдо выработать привычку нравственного поведения чтобы они в нужный момент могли проявить качество качество свои волевые качества тренеру саму необходимо создавать преднамеренные ситуации в учебном тренировочке процессе что позволяет ускорить формирование нравственных волевых качеств актуальной нашей темы воспитание нравственных волевых качеств личности иного поколения является актуальной во все времена чтобы быть успешным в жизни надо воспитывать характер с детства гипотеза исследования заключается в том что воспитание морально-волевых качеств школьника будет эффективным если в процессе учебно-тренировочных занятий дзюдо и на урок физико-культуры будут внедрены средства целенаправленно влияющие на воспитание морально-волевых качеств цель исследования обосновать и экспериментально проверить эффективность занятий борьбой дзюдо на развитии и нарастающих качествах. Для реализации поставленной целью нами были выдавлены следующие задачи. Изучить литературу по теме, изучить историю дзюдо, разработать и провести исследования, определить уровень сформированности нарастающих и уровень физикоподготовленности, сформулировать выводы, позволяющие подтвердить высказанную гипотезу. В нашем исследовании были использованы следующие методы. Изучение литературы, использование интернет-ресурсов, самонаблюдение и методика, Евгения Щербакова. Практическая значимость данной работы определяется тем, что материалы нашей работы можно будет использовать на униклассных мероприятиях, также в повседневной жизни. Занятия дзюдо влияют на индивидуально занимающихся, усиливают воспитательное воздействие и применяют определенные четырех характеров. У юношей спортсменов, больше чем у юношей спортсменов, развита смелость, предприимчивость, общительность. А у девушек, не занимающихся спортом, сравнительно более чем спортсменов, выражена произвольность поведенческих реакций, низкая эргонапряженность, сдержанность, нефруструированность. Что касается нашего исследования, в 2018 году у нас в школе появилась секция дзюдо от гимнского филиала ДИСШ, куда я сразу записался. А тренером является Девилов Евгений Горевич. Сначала я провел анализ физической подготовленности, сравнил их результаты с 2018 и 2019 годом. В таблице 1 видно сравнение начальных и конечных результатов измерений, свидетельствует о физической подготовленности. Это связано с тем, что при пяти днях занятий дзюдо мои физические показатели улучшат. Для измерения волевого усилия мы используем также методику Щербакова. Результаты измерения показаны в таблице 2. Мои показатели сформировались иноразными волевых качествами. Как видно из таблицы 2, на прежнем месте у меня остались честность и настойчивость. Двиг по данному качеству произошел довольно существенно. Решительность, смелость седьмой позиции переместилась на вторую позицию. Это объясняется тем, что я овладел необходимым для моего возраста и арсеналом двигательных действий. Во-вторых, за время эксперимента многократно проявлял данную чемпиону на тренинг. Дисциплинирование со второй позиции переместилось на третью, хотя по среднему оценкам видно, что отзыв в сторону увеличение произошло незначительно. Поставленные тренировки смогли правильно организовать мое время. Я стал более собранным и ответственным. Отсюда уже следует вывод. Вот, это вот сейчас, если вы видите, вот экран, это вот, ну, тренировки проходят уже. Вывод. Результат исследования показывает, что занятие дзидо не только повышает мою физическую подготовку, но и оказывает положительное влияние на формирование нравственных качеств. Я почувствовал себя увереннее, научился контролировать свое поведение, стал организованным целеустремлением. На тренировках я часто испытывал физическую боль, поэтому научился понимать чужую. Стал терпимее к людям. Дзидо, спорт сильных и волевых духом людей. И в заключении хочется сказать, что для успешной жизни и деятельности человека необходимы нравственные волевые качества, как дисциплинированность, так же и ответственность, настойчивость и целеустремленность. Занятия борьбой дзидо усиляют силу воли, стремление к победе и делают нас сильными и здоровыми. Наша гипотеза, что дзидо играет важную роль не только для показателей здоровья, но и физического развития, но и волевых качеств моего характера под видео. Спасибо за внимание. Ну, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Николай Петрович, вопросы? По первой задаче, какие литературные источники по теме исследования вами изучены по данной теме? А, литература? Первая задача ваша. Да, наша первая задача, да. Так, изучить литературу по теме. Да, мы изучали, получается, вот, Аганянс, угорское психологическое обоснование поведения человека, Краснодар, ЭКО-ИНВЕ, 2003-й год. Да, 2003-й год. Потом Вахун дзидо, основа тренировки, Минск. Гавриков, Масюков, Зинько, боевое дзидо, методическое пособие. Дахновский, рукавицы на обучение и тренировку дзидоистов. Дзидо для детей, увлекательное пособие для девочек и мальчиков. Дзидо, учебная программа для учреждений дополнительного образования. Советский спорт, 2003-й год. Дойль. Так, по нравственному воспитанию работы авторов республики, нашей республики, какие работы изучены? Мы с нашей не брали. С нашей республики не брали. Лев, расскажи, пожалуйста, мне чуть-чуть раскроет, вкратце, методику Щербакова и критерии оценки, выявления уровня развития нравственных и водовых качеств. Методика Щербакова, она вообще заключается в том, что это опросник. Мы вот опросуем, это понятно, правильно будет сказать. Он сам уже ставит свои оценки по его физико-подготовлению, его целеустремленность, он сам выбирает. Он сам определяет, просьба диагностировать два параметра вольвого качества. И вот он сам вначале делает, и потом уже, благодаря тренировкам и всему дали, он уже смотрит сдвиг по данному качеству. Опять же, он сам это выбирает. Вот целеустремленность, смелость и решительность, настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность. И самообладание выдерживает. Да, вот критерии оценки мне как? Расскажи, пожалуйста, например, целеустремленность, как там именно? Это все суммируется. Это все обработали бусину. Смотря какие он стоит там. Уровень, например, критерии, например, оценки, какие там были, там высокие, средние, низкие или что-то там. Или там в пятибалльном, по-моему. Да, вот можно назвать, наверное, пятибалльное, потому что тут минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Это все, опять же, суммируется. Как ты ставишь в данный момент свою, допустим, возьмем смелость и решительность. Как ты ее сейчас ставишь, и потом как ты ее, опять же, поставишь. Это все суммируется, потому что там есть минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Это уже положительный чисел. Это все суммируется и выходит общебалльная система. Ну, выходит, как говорится, сумма этих чисел. И если это у тебя больше положительный, то у тебя прошел сдвиг в данную, сказать, наверное, степень, в данную выступленность и пройдешь. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Так, спасибо за выступление. Егор Петрович, пожалуйста. Сейчас я выгляду. Следующим выступает у нас Карякина Карина Владимировна. Она есть в Юриджский район. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Добрый день, участники научно-практической конференции. Уважаемые эксперты. Меня зовут Карякина Карина, учусь в 6-м классе Великой школы номер 3. Тема моего доклада – мониторинг уровня развития физических качеств, например, обучающихся в среднем сфере на Великой школе номер 3. Актуальность – мониторинг уровня физического развития школьников проводится путем антропометрических измерений. Первое – позволяет своевременно выявлять нарушения физического развития, отставание в росте, отсутствие прибавки в весе, которые являются ранними признаками заболеваний или нарушения режима дня. Второе – симулирует школьников к активным занятиям, спорту. Объект исследования «Физическая подготовленность учащихся 6-го А и 6-го Б классов». Предмет исследования «Развитие физической подготовленности учащихся в среднем сфере на Великой школе номер 3» имени Николая Завича Степанова. Цель работы – провести мониторинг развития физической подготовленности среднего сфере на Великой школе номер 3. Определены следующие задачи исследования. Изучить научно-методическую литературу по проблеме педагогического мониторинга. Дать характеристику физических качеств и провести исследование уровня развития физической подготовленности учащихся в среднем сфере на Методы исследования. Первое – анализ и обобщение данных научно-методической литературы. Второе – и тестирование физической подготовленности учащихся. Для определения уровня физической подготовленности в начале и в конце учебного года проводится тестирование по определению уровня физической подготовленности учащихся. В итогах мониторинга приняли участие 41 обучающихся. В результате работы учащихся 6-го В класса на начало и конец периода исследования значительно улучшились. При результате повторного исследования уровня физической подготовленности количество учащихся с высоким уровнем. Подготовленность увеличилась до 25%. По некоторым видам тестов у подростков происходит пророст мышечной силы и выносливости, но быстрота и выносливость приостанавливаются. Чтобы узнать средние показатели обучающихся 6-го класса, привели тест и узнали, что большинство обучающихся среднего класса дополнительно занимаются спортом – 35% учащихся лёгкой атлетикой и 25% больной в льбой, а летом отдыхают в селе и занимаются физическим трудом. Практическая часть. Исследовали 2-го класса. Для этого выбрали 5 показателей по физической подготовленности. Быстрота, ловкость, гибкость, выносливость и силы. Показатель ловкости, быстроты, силы и выносливости выше обучающихся 6-го Б. Больше показателей по гибкости у обучающихся 6-го А. Анализируя показатели 2-х классов, можно делать выводы, что развитие физических качеств, таких как быстрота и выносливость, остались прежними. Скоростно-силовые качества возрастли у девочек, высокий уровень увеличился на 22%, а у мальчиков на 9%, а также идет правильный просьб в массе прости тела, что говорит о физиологическом развитии. В заключении применение физической подготовки способствует укреплению здоровья, достижению высокого уровня развития, воспитании необходимых человеку физических качеств. Были подобраны тесты, при помощи которых проводилась оценка таких физических качеств. Быстрота, ловкость, гибкость, выносливость и сила. При результате мониторинга преобладают средний уровень физической подготовленности у учащихся 6-го А. Класса как у мальчиков, так и у девочек. В нашей школе большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни. Постоянно проводятся секции по волейболу, пинерболу, классные часы. Участие в мониторинге помогает формированию у учащихся жизненной позиции, нацеленной на здоровый образ жизни. Спасибо за внимание. Спасибо, Карина. У меня такой вопрос получается. А как вы определили скорость и силовые показатели? Мы сделали тесты, например, на быстроту. Мы сделали физические упражнения, например, челночный бег. Так, спасибо. Пожалуйста, эксперты, вопросы. Какие-то вопросы? Продолжение следует... Ариэль, расскажите, каким образом влияет занятие спортивными играми на здоровье детей? и на физические качества на подготовленные еще раз можете повторить пожалуйста потому что все мы знаем что школа обязательно порядке ведутся вот эти базы или спорта сила сила воли конечно же эмоции эмоции от спортивных игр и подвижных игр дети всегда с удовольствием занимаются этими видами спорта спасибо так значит пожалуйста егор петрович следующий выступает следующим выступает рудько марина ивановна белюзький район добрый день вам слово добрый день меня зовут добрый день два аппарата включены добрый день меня зовут рудько марина разрешите представить вам тем нашего проекта фитнес-аэробика как инструмент формирования интереса к урокам физической культуры цель нашей исследовательской работы поиск путей решения проблемы повышения интересов учащихся в физической культуре с использованием в учебном процессе элементов или занятий фитнес-аэробики задачи исследования первое анализ литературы по теме исследования второе выявить количество учащихся с пониженной мотивацией среди учащихся начальных классов среднего звена и старших классов третье определить основные направления мотивации занятий физической культурой путем оброса учащихся с девочек с 8 по 11 классов четвертое подготовить рекомендации по повышению мотивации к уроку физической культуры актуальность нашего исследования заключается в отсутствии мотивации у девочек в подростковом возрасте самостоятельно заниматься спортом и посещать уроки физической культуры объект исследования учащиеся девочки с 8 по 11 классов был в сошеств номер 3 имени герой советского союза предмет исследования предмет исследования мотивация обучающихся к занятиям физической культурой методы исследования первое изучение литературы и других источников информации второе учащихся с 8 по 11 классов путем анкетирования третье анализ полученных данных ипотезы исследования формирование мотивации к занятиям физической культурой учащихся будет эффективным если вести занятия по интересам в частности занятия нетрадиционными видами гиперластики фитнес аэробики с использованием музыки мы видим что для учащихся важным является прежде всего визуальная сторона вопроса хорошая фигура а также движение под музыку внедрение фитнес аэробики на уроколя физической культуры вызывает положительную мотивацию к уроку большой интерес и желание заниматься у большинства из них после проведения анкетирования нами стало усмято apple настоит что таким занятиям положительным чаще всего доллараurs не принимаются и применяется на занятиях физической контуры участники ответившие на анкеты в 1 час хотя этой справы респондент считает что именно внедрение занятий фитнес аэробикой на уроку физической культуры положительно повлияет на их посещаемость и увеличит их интерес к занятиям. Такие результаты повысили на нашу уверенность в гипотезе. Приведенное нами исследование позволило убедиться, что внедрение фитнес-аэробики на урокы физической культуры у девушек из старших классов подтвердило первоначально выдвинутую гипотезу. Таким образом, можно прийти к выводу, что фитнес-аэробика может содействовать изменению негативного отношения к урокам физической культуры. Они являются действенным средством повышения интереса у учащихся к занятиям физическими упражнениями и способствовать повышению уровня здоровья молодежи. Спасибо за внимание. Спасибо. Марина Ивановна. Мария Ивановна, подскажите, пожалуйста, в анкетировании сколько человек участвовало? Спасибо за вопрос. В анкетировании участвовали 30 девочек, начиная с 8 класса по 11. Поздравляю вас с Новым годом. Китульным вести поправку сделайте. 21 год у нас на нашу. Не 20 год. Вас также. Можно вопрос? Пожалуйста. Марина, скажите, в 8-11 класс фитнес-аэробикой во время уроков физкультуры занимались или в неурочное время? В неурочное время. А то у вас подвинут к интересам по физической культуре. Это я вот спрашиваю. И можно посмотреть на экран, где вот там вот анкетирование проводили среди девушек. И подожди. Второй там слайд, круги где вот. Ага, здесь вот, да, здесь нет, обратно нет. Вот здесь, если бы вам выбор, опять выучить. Ну вот, у девушек три вида написано. Боевые искусства, паралифтинг, фитнес-аэробика. Так-то эти виды, конечно, большинство девушек, я считаю, на моем мнении, выберут не боевые искусства, паралифтинг, а фитнес-аэробикой. Можно было взять здесь дисциплины, которые ведутся на уроках в скульптуре или на социальных занятиях среди девушек. Ну, это было бы девочек. Художественную гимнастику, да, действительно. Равноценные, да? Да, равноценные. А то есть в фуарлифтинг-то многие девушки не выберут, боевые искусства, тем более. А вот в фитнес-аэробикой, конечно, процентом отношения больше. У нас, вот, например, у нас в школе по физкультуру учатся отдельно. Мальчики отдельно и девочки тоже отдельно. Поэтому я вот анкетирование провела только девочкам. А с какого класса у вас отдельно учатся? С 8 по 11. Да, с 8 по 11. А ведь по федеральному госстандарту должны разделиться с 10 класса, по-моему. Ну, у вас разделение уже с 8 класса идет, да? У нас в школе, вот, дело в том, что у нас в школе один, один, всего лишь один зал. Спасибо. 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 Спасибо, Аня. В следующем по списку у нас Диаконова Марьяна Родионовна. Здесь она? Горный район. Так, Диаконова нету. И следующим выступает тогда Копулов Герман Альбертович. Есть он? Да, я здесь. Все вам, слово. Так. Спасибо. 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 Герман Альбертович. Горный район в 180 километрах и Аллаеховский район. Как-то интернет у нас отличается. Видно презентацию? Нет. Совместить с компьютером надо нажать на галочку, когда демонстрация экрана нажимаете. Совместное использование надо нажать. И внизу есть квадратик, надо туда галочку поставить. И совместное использование. Я с телефона показываю. А с телефона? Надо было подготовиться. Надо было идти в школу или куда-нибудь, а не с телефона. Это республиканский этап. Нет. Нет. А вот что-то появилось. Это что такое? Это кто показывает? Герман, тогда ты попробуй где-нибудь сначала зайти там и так далее. Хорошо? Тогда будешь готов, тогда нам сигнал в чат напишешь, что я готов. Давайте время задерживать не будем. Следующего? Ясно. Хорошо. Тогда вас отметим синим. Следующий у нас Иванова Алина Альбертовна есть? Да. Пожалуйста. Все есть. Видно. Добрый день. Меня зовут Иванова Алина. Я учница пятого класса Павловской средней общей врачей. образовательной школы имени Василия Николаевича Аконечникова. Тема моей работы – правильное питание – залог здоровья. Питание – это процесс получения энергии. А здоровое питание – это питание, обеспечивающий рост и нормальное развитие. Актуальность выбранной темы очевидна. И нам, детям, и нашим родителям хочется, чтобы мы были здоровыми и вели здоровый образ жизни. Основной целью нашего исследования является осмысление понятия здорового питания и применение их в жизни. Проблемы исследования. В период пандемии нужно беречь и укреплять свой иммунитет и в том числе наладить правильное питание. Задачи. Проанализировать научную информацию по данной теме. Уточнить понятие «здоровое питание». Изучить состав продуктов питания и выяснить, какие продукты необходимы для здоровья человека. Исследовать некоторые продукты на содержание углеводов. Привести анкетирование одноклассников. Создать мобильные приложения с инструкциями приготовления полезных заготовок для укрепления иммунитета. Наша работа состоит из трех глав. В первой главе мы изучили понятие здорового питания. Узнали про важные питательные вещества. Знакомились с законами и правилами здорового питания. А также провели анкетирование одноклассников в Google форме. Анкета состояла из шести вопросов. Приняли участие 17 учеников. По результатам анкетирования пришли к следующим выводам. Большинство думают, что здоровье человека зависит от его питания на 70%. Понятие «здоровое питание» – это сбалансированный рацион из натуральных продуктов. Далее мы решили найти информацию, как должен питаться ребенок, чтобы быть здоровым и крепким. Наиболее важные питательные вещества для организма – белки, жиры, углеводы. Оказывается, наиболее важным источником энергии человеческого организма является углевод. Вот поэтому мы решили искать больше информации об углеводах во второй главе нашей работы. Время летних каникул я приняла участие в республиканском проекте Малой академии наук в Якутской исследовательской школе «Юниор» по направлению химия в домашних условиях. За это время мы провели домашние эксперименты по обнаружению крахмала в продуктах. Мы убедились, что именно углеводы являются источником энергии. Крахмал – это и сложный углевод, который необходим нашему организму для полноценного функционирования. Провели эксперименты на наличие крахмала в крупах, фруктах, молочных продуктах, овощах, макаронах и изделиях. Самый известный доступный способ эксперимента – это кап немного йода на продукт. Этот метод называется йодоматерией. Выводы по экспериментам. В продуктах животного происхождения крахмал не обнаружен. В продуктах растительного происхождения крахмал обнаружен. Глава 3 исходит из проблем нашей работы. Мы решили сделать полезные заготовки из натуральных свежих продуктов. Поэтому во время каникул собрали ингредиенты и выросли огород в приусадебном участке. На последнем этапе разработали мобильное приложение. Приложение создано в платформе AppSphere. Приложение полезной заготовки состоит из одной функции. Включается всего 14 наименований продуктов с описаниями и рецептами приготовления. А также для тех, кто хочет приобрести продукт, указана цена и контакт доставки. В презентации указан QR-код приложения. В заключение я бы хотела сказать. Мы живем не для того, чтобы есть, а и для того, чтобы жить. Спасибо за внимание. Молодец. Пожалуйста. Вопросы? Интересно. Ну, не кайфами, скажите, спросите, потом я спросу. Вот второй этап исследования – это разработка приложения, да? Да. А мало такого приложения по России имеется? Да, есть. Можешь продемонстрировать как-нибудь? Интерес такой вызвал. Угу. 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 Это уже разработка. Давайте назад демонстрацию включите, QR-коду попробуем открыть. Угу. 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 Какой-то телефон зашел я. А, это у вас, получается, ваши цены появились, 100 рублей, отвар шиповника, 100 рублей, на 100 из Богородской травы 100 рублей. Это что? Это онлайн-магазин для бизнеса. Давайте, рассказывайте про это. Это, получается, какой-то свой сайт, да? Это реклама магазина и здорового питания, получается. И через это приложение можно заказать еду, там написано, указана цена и контакты доставки. То есть, и реклама здорового питания, и еще реклама магазина, может быть, и так используется. Да. Это не мобильное приложение? Мобильное приложение. Нет, нет. Это мобильное приложение. О продуктах. Да, да. О продуктах. О продуктах реализации. Ладно. Спасибо. Ладно, давайте. Все вопросы, пожалуйста. Ну, здесь, Алина, как рекомендация, конечно, вот, правильное питание – залог здоровья, но вы должны знать, что не просто вот питаться и быть здоровым. Обязательно нужно заниматься физической культурой и спортом. Должно быть все вопросы, а не просто вот я питаюсь здоровым продуктом, и у меня будет здоровый организм. Потому что если человек не двигается, не занимается такими-то упражнениями, то в любом случае таким полноценным здоровым не будет. Поэтому это вы должны тоже заранее с молодостью знать. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Так, новое приложение такое интересное. И вот сюда можно было информацию о здоровом питании здесь добавить. Не просто что продаете, да? А почему именно? Что здесь полезного? Там есть. Есть, да? Там есть описание. Описание? А ее само нажимаешь, да? Например, «Морс». Ага. Нажимаем. Ладно. Хорошо. Так, понятно. Спасибо за выступление. Егор Петрович, продолжаем следующее слушание. Сейчас Рожина Кристина есть, Станиславовна? Станиславовна. Так, нету. Отметим, что есть. Есть? Здравствуйте. А, есть. Здравствуйте. Мегина Кангласский район. Мои исследования в применении одуванчика в лечебных целях. У мегатных целей учитывающих победных? Не надо нажать демонстрации экрана и внизу с левой стороны есть квадратик поставить совместный использование нажать вот появилась в 5 нажмите вот сначала или нажмите вот сначала можно выступать здравствуйте меня здравствуйте меня зовут урожена кристина я учусь в пятом классе майнская средняя школа тема моего доклада называется мои исследования применение одуванчика в лечебных целях актуальность в душе каждого человека живет любовь к своему родному краю где разудивные растения и цветы исследовательская работа посвящена скромному полевому цветку одуванчику с давних времен человек человек стремился быть ближе к природе и это не случайно природы делать человека сильнее здоровье крепче моя проблема у обучающихся младших классах недостаточно знаний об окружающем мире в том числе многих растениях каждую весну на моем знакомом луку бабушка собирают желтые шляпки одуванчик зачем она их соберет и что с ними делают цель узнать как больше растение одуванчик выяснить лечебные свойства одуванчика гипотеза исследования я предполагаю что одуванчик хотя и сорняк но обладает полезными свойствами и приносит для человека больше пользы чем бреда методы исследования теоретические изучения и анализ источников информации сравнительный анализ обобщения эмпирический анализ литературы по проблеме системизации материал сравнения уточнений сделанных выводов корректировка макроисследования один строение одуванчика цель выяснить морфиологические строения одуванчика вывод одуванчик высотой до 30 сантиметров корень стрижнева на 200 толщина около 2 сантиметров а длина около 60 сантиметров части растений содержит густой белый сок белого цвета который горький на вкус по моим наблюдениям одуванчик цветет в конце мая а осенью может свести до октября микроисследования 1 и 2 ареал ареал произрастания да я побывала в тех местах где одуванчик может расти на лугах поля на полях возле дорога у двора дома они вывод по моим наблюдениям больше растет на опушках и на лесах и на луку на территории россии насчитывается около 230 видов одуванчиков микроисследования 3 цель опыта выяснить как цветки одуванчика реагирует на погоду ясно и не не на сну и как по ним определить время дня наблюдая за одуванчик в солнечную погоду я увидела что его цветки раскрываются сходом солнца часа в 3-4 летом закрывается в 6 часов перед дождем одуванчик всегда закрывает цветок но если в фазмонную погоду его шар открыт значит дождя не будет скоро выглянет солнце значит одуванчик может предсказать погода микроисследование 4 лечебные свойства одуванчика мы с бабушкой собрали одуванчик и варили мед я на практике проверила полезность одуванчик можно сварить мед получается очень вкусный когда прослежая всегда пью чай из меда одуванчика немало в 3 раза в день помогает восстановиться цель опыта приготовить салат из листьев молодого одуванчика и выяснить его влияние на работу различные органы салаты из одуванчика в свежие листья одуванчика тонко нарезать, посолить, солить, можно добавить помидоры или огурцы улучшает работу пищеварительной системы витамин а и витамины к таким образом я пришла к следующим выводам ареал произрастания одуванчик велико одуванчик является хорошим метеорологом и с каждой частью одуванчик можно приготовить лекарственное средство заключение как предполагало одуванчик хотя и сорняк но обладает полезными свойствами и приносит для человека больше пользы чем вреда перспективы дальнейшего исследования я вижу в более подробном глубоком изучении про одуванчика в области медицины в будущем было бы интересно изучить другие интересные факты о лечебных свойствах спасибо за внимание спасибо уже имеются ли научно-медицинские подтвержденные рекомендации по дозировке применения одуванчика литературных источников и так далее пожалуйста имеются ли научно-медицинские подтвержденные дозировки применения одуванчика литературных источников может быть или скобка там употреблять какой дозировки или без ограничений можно или или еще вопросы есть у меня вопрос есть пожалуйста сколько видов одуванчиков растет в якутии 230 это по россии а в якутии на территории якутии ну достаточно ограничимся вопросом достаточно спасибо кристина пожалуйста его петрович следующего докладчика у нас обеденное время приближается еще у нас есть 23 минуты следующим выступает романова анастасия евгеньевна есть здесь здесь математик он на спорт он и Отключить демонстрацию, ага, пожалуйста. Математика и спорт, ага. Анастасия, всем вам слово. Ваше время. Добрый день, я 35-го класса Романа Анастасия. Хочу представить вам свою работу «Математика и спорт». Сегодняшнее время во время пандемии многие учащиеся все свое время проводят возле компьютера, планшета и телефона. А это негативно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Вместо этого я порекомендовала своим честникам совместить математику и спорт через настольные развивающие игры со своей семьей. Актуальность данной работы состоит в том, что мы предлагаем рассмотреть взаимосвязь между двумя разными науками. Нами будут в итоге поджиза. Если правильно учитывать математические действия, то можно достичь более высоких результатов в спорте. Цель – объяснить взаимосвязь математики и спорта. Задача – систематизировать взаимосвязь математики и спорта. Привести примеры этой взаимосвязи, показать значимость взаимосвязи математики и спорта для развития подрастающего поколения. Мы заметили, что все виды спорта тесно связаны с математикой. Она присутствует даже в самых элементарных подсетах, которые требуют для выявления победителей. Нашли точку соприкосновения математики и спорта – время, расстояние, скорость, счет. Вы делали взаимосвязь между видами спорта и математики. В вольной борьбе, в шахматах, в волейболе, в баскетболе, в лужном спорте. В практической части я провела анкету «Твое отношение к спорту». Всего участвовало 25 учащихся. Все они занимаются спортом, все подтвердили взаимосвязь математики и спорта. На вопрос, какой вид спорта наиболее близок с математикой, ответили шахматы, шашки, прыжки в длину, хаблык, хамыска, лыжный спорт, водная борьба, волейбол. Во-вторых, я исследовала взаимосвязь математики и национальных настольных игр хаблык и хамыска. Это мой любимый вид спорта, я ей занималась с первого класса. Для себя отметила связь этих игр с математикой. У каждого участника должен быть свой комплект лучинок. Они представляют собой палочки длиной 16 см, шириной 0,9 мм, толщиной 0,4 мм. Игра длится 2 минуты, ее суть показать ловкость рук и поймать как можно больше лучинок за определенное время. Вот диаграмма с моими результатами по годам. В первом классе второе место, в втором классе третье место, в третьем классе третье место, в четвертом классе третье место. Этот национальный вид спорта развивает тип коспасов и кисти, ловкость, координацию, находчивость и умственные способности. В будущем планирую участвовать в различных состязаниях. В заключении хочу сказать, ни один вид спорта не обходится без математики. Правильное учитывание математических действий поможет достичь более высоких результатов в спорте. Тот, кто вселен в математике, у того в спорте будет результат. В выдвинутой нами гипотеза подтверждается. Знания математики способствуют улучшению спортивных достижений. Спасибо за внимание. Спасибо. Афанат Иванович, у меня вопрос. Да, Николай. Тема интересная, она правильно говорит о том, что спорт без математики не дает определенных результатов. Наверное, в вашем исследовании имеется какая-то формула, какие-то расчеты. Можете рассказать какую-то? Нашли точки соприкосновения математики и спорта, время, расстояние, скорость, счет. Это определено одного человека, да? Да. Вы говорите, что там во всех видах спорта присущие имеются определенные математические расчеты по спортивным играм, хабылык и так далее. В хабылыке, расскажите, пожалуйста, как там вы рассчитали свой результат? Игра длится по две минуты. Ее суть – показать ловкость рук и поймать за отведенное время как можно больше лучинок. Игра длится по две минуты. Игра длится по две минуты. Двенадцать лучинок. В четвертом я поймала пятнадцать лучинок. Итого равняется? Я хочу развиваться. В будущем планирую участвовать в различных состязаниях. Анастасия, вы рассказали про свою формулу достижения в каком-то классе. Сколько лучинок поймали, да? В следующем классе сколько-то лучинок поймали? В итоге равняется сколько? Ну, спасибо. Десят два. Ну, это формула такая. Формула такая. Так, Горьба у нас поджимает. Так, следующий участник рвется в бой. Давайте дадим ему возможность. Игене, спасибо. Спасибо. Иглор Петрович, пожалуйста. Это у нас сейчас выступает Копулов Герман Эльбертович. Копулов Герман Эльбертович. Да, видно. Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Копулов Герман. Я ученик 10 класса Бердегстанской средней общеобразовательной школы имени Афанасия Осипова. Тема моей работы – ботча в реабилитации детей с ДЦП. Ботча – один из немногих видов спорта, позволяющих детям самыми тяжелыми формами ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата реализовывать себя в игре и улучшить свое здоровье. Цель моей работы – изучение эффективности занятий ботча в реабилитации детей с ДЦП. Гипотеза. Занятия ботча являются одним из эффективных составных в реабилитации детей с ДЦП. Из 12 побуждающих мотивов с занятием ботча наиболее важными для меня являются сформировать потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Ботча – это не просто спорт, это еще и медицинская реабилитация. Она активно воздействует на мое состояние организма. Показатели экспериментальных занятий – физическое развитие. Экспериментальные занятия мы начали с апреля 2019 года. К началу занятий я испытывал недостаток мышечной силы, сильно утомлялся и были некоторые трудности в удержании спины в вертикальном положении. В ходе занятий научился управлять движениями, управлять дыханием. В ходе занятий или соревнований чувство утомленности и усталости уменьшилось. Координация. До занятий из 12 брошенных мячей цель достигали 1-2 мяча. В ходе занятий из 12 брошенных мячей цель достигают 6-7 мячей. Умение попасть в 7 мячом, концентрировать внимание и просчитать свой ход. Примерный план тренировочного занятия состоит из разминки и также основной части. Разминка включает в себя 10-минутный разогрев основных групп мышц, растяжка 3 минуты, броски и баскетбольные мяча 5 минут, дыхательные упражнения 1 минута и настрой на предстоящую тренировку 1 минута. Силовые упражнения можно объединить с использованием инвентаря. Выполнение упражнения 3 подхода по 15 бросков. Каждую последующую серию уменьшаем на 5 бросков. Время на выполнение серии не более 7 минут, с интервалом 2 минуты. Выносливость. Можно объединить с силовыми нагрузками, тем самым уменьшаем временной интервал и количество бросков. Но увеличиваем частоту бросков. Координация. Выполняется упражнение на фигурное вождение коляск. Техника. Выполняется 5 серий по 13 бросков. Заключение. В ходе работы я пришел к таким выводам. Ботча является развивающим видом спорта для людей с поражением упорно-двигательного аппарата. Нацелена в первую очередь на физическое развитие и поддержание мышечного тонуса. Помогает развить расчетливость, интеллект, концентрацию и точность. Способствует социальной адаптации. Формирует спортивную мотивацию. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Герман. Так, вопросы к Герману есть? Пожалуйста, эксперт. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Какие вот улучшения произошли у детей с перегральным параличем, используя игру Ботча? Какие-нибудь есть показатели? Повторите вопрос, пожалуйста. Я не расслышу. А вот для детей с перегральным параличем использования игры Ботча, какие-то улучшения произошли в реабилитационном плане? Какие-то показатели есть? Эти годы занятий, тренировок, я стал чувствовать себя лучше и много знакомых, спокойно себя чувствую. Можно сказать, физическое состояние тоже улучшилось. Можно ли сказать, что это за счет вашей игры у вас сформировалось состояние? Конечно, это естественно. Естественно. То есть, если бы вы занимались другим видом спорт, то у вас могли быть другие результаты, да? Ну, если честно, то меня поражают... Эти результаты бы меня поражили. Уверили, да? Ага. Так, еще вопрос, пожалуйста. Я дополню. Герман, я как помню, в прошлом году участвовал в «Шаг в будущее», да? И по результатам у него отсутствовал результат, и вот сегодня он показал свой организационный момент именно по теме «Боджа». Уже имеются какие-то определенные исследовательские работы. И с прошлого года... У меня вопрос такой, простой. С прошлого года какие еще дополнительные результаты вы получили именно по этой теме исследований? Мне вот понятно было с прошлого? Ну, до этого момента мне было трудно тренироваться и играть, в общем, чувствовать поле. После занятий, тренировок, всех этих нагрузок и социальной адаптации я просто научился играть, чувствовать себя на поле и уже привык к людям, которые играют с ними. Значит, у вас сейчас социальные исследования, получается, да? Это тоже социальные и физические исследования. Спасибо. Молодец. Герман, можно спросить, ведете ли вы дневник самоконтроля? Дневник самоконтроля у меня имеется с начала занятий. С начала занятий, да. И вот, например, скажи, пожалуйста, после нагрузки, когда физической нагрузки, вы исследуете свое время восстановления? Да. И сколько у вас периодов? По циклам смотрю, там проходит время три месяца, например. Например, три месяца тренируюсь, потом смотрю через три месяца, потом то же самое. Время восстановления какое у вас уже? Улучшилось, да? Время восстановления уже, честно сказать, улучшилось, потому что после всех этих нагрузок, тренировок и социальной адаптации я уже привык, уже чувствую, что можно играть, можно спокойно попадать селью, мячом и концентрировать свой ход. Нет, я вот в том плане, например, частота сердечных сокращений, пульс же есть, да? После нагрузки? После, до начала тренировок, занятий, пульс я измеряю, потом после занятий тоже измеряю. И сколько времени у вас проходит? После занятий время восстановления? Ну, я по нагрузкам смотрю, если там после занятий пульс там повышен или что-то с пульсом, я уже уменьшаю нагрузку, потому что чувствую, что мне тяжело и уже трудно восстанавливаться после этого. Спасибо. Игорь Петрович, последний выступающий сегодня, до обеда. Да, сейчас перерыв, и в 13.50 те, кто еще не выступали, просим подключиться, и те, кто выступали, тоже можете подключиться, послушать других участников. Все, сейчас время обеда. Здравствуйте. Когда я на ноутбуке хотела начитать, у меня звук не включался, а потом я через телефон сейчас могу сказать после обеда? Ну, там надо нажать, когда вы нажимаете на демонстрацию, внизу появляется вот с левой стороны квадратик, надо нажать туда, галочку поставить и совместное использование с правой стороны тоже нажать. Я так делала, но у меня не получилось, вы меня не слушали. Хорошо, тогда после обеда в 13.50 в таком же формате, в этой же списке по порядку пойдем. У меня вопрос по этой же ссылке беру. Да, да. Мы теперь выходим, давайте тогда, мы же не будем здесь сидеть и слушать. Да. Мы продолжаем это разговаривать. Зачем нам сидеть здесь? Заходим по этой же ссылке в 13.50. И не выходить можете. Ничего страшного тут. Камеру отключите. Ага, хорошо. Тариф там безлимит, можете конечно лучше выйти, пообедать. Мо legal. Ага, надо, так и мне никто не сг願い. Ага, хорошо. Давайте посмотрим, как Spa saat aprendи, как она идет вх. Чтобы на секунде хорошей суммы обратной.